Здравствуйте, друзья! Вы на канале Садовая Терапия. И с вами я, Ирина. Я хочу показать вам, как я высадила пионы в горшки. Это пион Garden Treasure и Morning Lilac. Это ито пионы, очень красивые, яркие. Их еще называют межсекционные гибриды. Это самая молодая, но стремительно растущая и набирающая известность группа пионов. Они изумительно красивы. Японский селекционер Туичи Ито вывел некоторые очень красивые сорта межсекционных гибридов. В них объединились травянистые, сорта травянистых пионов и древовидных. Ито-гибриды – это многолетние пионы. Они примерно от 70 до 90 см высотой. Куст напоминает древовидные пионы с изумительно красивыми, огромными цветками. Я уже осенью высаживала некоторые сорта таких пионов. Ну и вот на весну сейчас заказала тоже несколько сортов Ито-гибридов. Ну, вообще, конечно, пионы весной сажать нежелательно. Поэтому я и решила высадить их в горшки. Буду доращивать. Желательно пионы сажать где-то последние декады августа, сентябрь и первые декады октября. То есть вот у нас есть сентябрь для того, чтобы успешно высадить пионы и они успешно развивались. Поэтому я буду ждать до сентября. Они будут доращиваться в горшках. И сейчас я вам покажу, как я это сделала. Вот такие я получила деленки. Одна деленка пиона Гарден Трежи, другая Монинг Лилок. Вот таким вот образом я их... Вот сейчас вот просто вам покажу. Сейчас они в пакете, в котором они пришли из садового центра подворья. Довольно-таки неплохие деленки. В каждой деленке где-то 5-6 почек. Ну и, конечно, у каждого пиона есть и спящие почки, которые, я надеюсь, тоже проснутся. Один корень чуть побольше, другой чуть поменьше. Но поскольку я увидела, что почечки уже прям активно пошли в рост и начали развиваться, несмотря на то, что они в прохладе у меня лежали, я решила все-таки высадить эти пионы в горшки. Вот это второй корень пиона вы сейчас видите. Монинг Лилок. Он чуть поменьше, но у него даже еще более активно пошли почки в рост. Вот этот пион я высадила в 5-литровый горшок, а тот пион высадила в 7-литровый горшок. Ну вот посмотрите, какие хорошие почечки. И сам корешок довольно-таки неплохой. Но я вам там покажу потом, как я кончики самую корешка обрезала и почему я это сделала. Ну, достаточно неплохой. Высаживала я их, выставляя вот эти корешки не вертикально, а горизонтально. То есть я горизонтально положила. Вот у Ворошилова Анны Борисовны, я думаю, многие из вас знают ее, она разводит пионы, и у нее действительно шикарные пионы. Пион Борзелла я у нее покупала осенью, осенняя моя посадка. И вот у нее есть очень много видео, где она рекомендует, как правильно высаживать пионы. Именно Иту Кибриды Анна Борисовна рекомендует высаживать, горизонтально положив деленку. Этому есть множество причин и объяснений. И я, в общем-то, таким же способом и сделала. Я взяла хороший грунт, это грунт Агрикола, грунт растений для растений универсальной, для всех видов растений рассады. Я в него уже высаживала розы, которые также пришли ко мне из-под дворья. Вот таким образом я насыпала в каждый горшок керамзит, добавила в грунт перлит, добавила также в грунт древесную золу. Все это тщательно перемешала и стала высаживать эти пионы. Вот так я подрезала корни у одного из пионов, потому что корешочки были чуть подгнившие. И потом эти срезы обработала, вот так присыпала золой. Теперь я вот что сделала. В пятилитровый горшок я выложила вот так горизонтально пион. И потихонечку стала его засыпать. Засыпала я его, присыпала сверху не более 3 сантиметров землей. Не более 3 сантиметров. То есть пионы мы не заглубляем при посадке. Сверху еще золы подсыпала. Природный такой вот у нас как антибиотик, да, природный. То есть он помогает во многих случаях, в том числе от загнивания и питает также почву. И вот таким образом я засыпала свои пионы. Потом я их тщательно пролила. Ну и сверху торфом еще замульчировала. Вот таким вот образом в прохладном месте эти пионы будут у меня стоять. Стоять они будут до начала сентября. В начале сентября я буду их высаживать. Пионы очень красивые. Надеюсь у меня получится все. Ну и конечно я надеюсь, что эти красивенные пионы пойдут в рост и будут меня радовать своим цветением. Вот еще раз посмотрите, какие они красивенные, с огромными-огромными цветами. Продолжение следует...